как сталь. Ты уверен, что не натворишь глупостей? Да, абсолютно. Я очень долго ждал момента, когда заполучу одно из них. Ты пугаешь меня, Белл, хватит. Да ладно. У меня нет нужных генов, чтобы использовать его. О, а Дезмонд у него есть? Так, привет всем на канале Фару ТВ. Играл со всем скрыть откровения. Речь шла о яблоке Эдема. Теперь Дезмонд у нас проснулся. И что сейчас произошло? Ты сунул нос куда не следует. Вышел за пространство Дезмонда. Как только Анимус нашел тебя, он затащил тебя обратно. Он просто выполнял команды, как программа защиты от сбоев. Пытается сохранить твою голову целой. Ну а ты что здесь тогда делаешь? Играю, учусь и жду. Долго жду. Я изо всех сил пытаюсь отвлекать Анимус, чтобы ты мог осмотреться. Иначе он может поступить с тобой, как с вирусом, и удалить тебя. О, мой ангел-хранитель. Ангелов не бывает. Да, я... Спасибо. И снова воспользуемся таким вот порталом, видимо. Не знаю, правда ли это, но я знаю, что библиотека существует. Я сам видел ее двери. Но войти туда нельзя. Нужно пять ключей, которые больше трехсот лет назад были отправлены в Константинополь с Никола Пола. Я должен найти их, Клаудия. Один из них уже у тамплиеров. Я не знаю, насколько трудно будет разыскать остальные. Время покажет. Нелегкая задача предстоит ЭЦУ. А это последовательность вторая. Перекресток миров. Константинополь. Майь 1511 год. Великолепный вид. И будет еще лучше. Второго такого города в Европе и не найти. Ну, если быть точным, то Европа там. А там уже Азия. Да. Границы, что и атаманам не под сил. Таких мало. По выговору, ты итальянец, но у тебя странное платье. Ты долго странствовал? Си, до мольто-темпо. Я покинул Рим год назад в поисках вдохновения. Эти поиски привели меня сюда. В детстве отец рассказывал мне истории о падении Константинополя. Хочешь сказать о завоевании Стамбула? Истории могут сильно меняться в зависимости от рассказчика. С этим я согласен. Гузел. Стамбул город, где каждому найдется место. И ученикам вроде меня, и странникам, как ты. Интересный диалог. И что же будем дальше делать? Мы сейчас посмотрим. У меня ждет куча работы. Но я рад вернуться домой. Работа? У меня в твоем возрасте были совсем... Другие интересы. Сальве. Ну и ну. Странно, что ты хоть что-то успевал. И мама удивлялась. Приятно было поговорить с тобой, Беофенди. Надеюсь, ты не соскучишься в нашем городе? Я надеюсь. Да. Сударыня, позволите? Интересный город. Ты ученый и джентльмен. Ты полон сюрпризов. Да ладно тебе. Эксик, Олмайн. Ходжгельден, Кардыши. Если легенды не лгут, с тобой-то я и ждал встречи, почтенный мастер-наставник. Эцио аудиторре де ла-ла-ла. Преко. Извини. Я так и не запомнил эту итальянскую билиберду. Да, Ференция. Город, где я родился. А, да. Значит, по вашему обычаю, я зовусь Юсуф Тазим да Истамбул. Неплохо. Стамбул? Еще одно название города? Эбет. И самое расхожее. Идем, наставник до Ференции. Я покажу тебе город. Ну уж, покажи. Принц Сулейман. Это был наш предыдущий собеседник. Значит, в 16 веке имя-то человека было известно всем и каждому. Сулейман великолепный. Понятно теперь. И так называли его на западе. Десятый султан, растущий османской империей. Его турки тоже не скупились на восхищенные эпитеты. Хотя были куда более практичны. Называя его Кануни. Или Кануни. Вот насчет ударения не знаю. Или же законодатель. Ведь именно он реформировал бюрократическую машину империи. Заставил ее работать. Подобно хорошо смазанному двигателю. Нелегкая работа, учитывая размер державы. Но я несколько отклоняюсь от тему и насущих дел. Когда Исту встретил Сулеймана, тот был еще молодым человеком с предыдущей надеждой на трон. Поскольку на османской иерархии престол наследия был его отец Асселим. И занимал свое последнее место. И вот как подобает юноша такого положения посвятил себя наукам, даже не задумываясь о султанстве. Он учился в Истанбульском университете и получал частные уроки во дворце Топкапи. Или Топкапи. Тоже на счет ударения не знаю. А больше в молодости почти ничего и не известно. Можно еще добавить, что он был человеком добрым и думающим. Так же умел. Слугу по имени Ибрагим, которого считал лучшим другом. Ну и когда Сулейману исполнилось 17 лет, Баязиз заметил интеллект и одаренность внука, назначил его правителем крупной провинции к северу от Черного моря. За несколько лет Сулейман сомнил несколько подобных постов. А в 1520 году неожиданно скончался султан I Селим. Ну понятно, что первый. И Сулейман, которому было тогда 26 лет, получил трон и удерживало почти 50 лет. Довольно-таки неплохо так долго продержаться. Далее, совершенно не будучи пацифистом, Сулейман продолжал расширить владение империи. К концу управления она простиралась от Алжира до Персидского залива и от Австрии до Египта. Однако, при всех испансионных наклонностях он был очень терпимым человеком. Понимал, что единственный способ сохранить такую большую империю это уважать культуры, традиции и религии всех, попавших под ее покровительство народов. В самом деле, да, масштабы действий и планы захвата были внушающими в некоторых объемных или не слишком объемных частях и сравнениях. Но, тем не менее, такой интересный момент и такой человек был нам сейчас доступен на информационное обозрение. Ну и Исуф Тазим, кто же ты такой? В обычных учебниках историю про него не пишут. И он, наверное, был бы этому рад. Вот так являлся турком, родился в Бурсе где-то в 1467 году. Однако, с 8 лет Роспод присмотрен своей матери в Константинополе. А его отец был ассасином, вероятно, поэтому Исуф тоже ему стал. О том же, что случилось с отцом Тазим, никаких соединений нет. Убили ли его, бросили сына и жену. Можно лишь гадать, когда было 17 лет Исуфу, он был в известном городе смытьянам и мелким вором. Однако, все поменялось после встречи с легендарным визерем Исак Пашой. Исак тоже был ассасином, работал в высокой порте, прямо под носом Баяк-Зида Второго. Именно Исак избавил империод Влада от Сепеша и позже нарушил хлипкое перемирие между османами и ассасинами. Здесь, конечно, уже понятное дело, что ассасины и османы это выдумка, чтобы вы не думали, что это действительно историческая справка. То есть, это уже придумывает такой сюжет персонажу отчасти все это неправды некоторые. Но в конце 1480 года занимался набором в свой орден горожан с самых широких взглядов. Юсуф был с харизмой и простой манерой руководства Исак и присоединился к ассасинам еще достижения 20-летия. После этого взлет Юсуфа был уверенным и быстрым. Уже к 1500 году он был известен в Европе, а в 1502 году Юсуф встретил группу венецианских ассасинов в Греции. С вообще они пытались найти способ повелевать на влияние из-за нем с отрецко-венецианской войной и привести из стороны к миру. Похоже, эти усилия оказались не напрасными. И так, в 1503 году сражения прикатились. Значит, удалось им помирить там всех и на западных рубежах Османской империи отцарился мир. Вероятно, успокоен успехами ассасин сохранение мира султан Баязид в последнее десятилетие правление практически отошел политических дел, предпочитая иммунистический текст и алхимический эксперимент. Это полностью устраивало ассасинов, потому что охотной мир был куда лучше бесконечной войны и имперской экспансии. Однако, после землетрясения, которое было в 1509 году, над Константинополем нависла новая угроза, которыми являлись тамплиеры, которые сражались по старым эзотийским знаменям. После многих лет относительно спокойствия Иисуев вновь поднял ассасинов на долгую тяжелую битву. Вот теперь мы знаем кто ты такой. Вот, и давайте пока что мы с ним не будем говорить, а вот пробежимся, посмотрим немного, что здесь и как. Таник с бомбами где Таник, вот Таник. Конечно же, точка синхронизации или точка обзора. Посмотрим на часть города. Это все у нас в своем духе. Я не удивлен, так что да, нам весело. Интересно. Очень интересно. Тогда немного по-другому сберемся. Вот, вот так и давай. довольно интересный и красивый вид. Почет не синхронизируется, да? А, извиняюсь, просто нужно немного ниже. И вот, понаблюдаем с высоты птичьего полета. ну, а продолжим мы в следующем видео. Большое всем спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры DimaTorzok. Спасибо за субтитры DimaTorzok. Спасибо за субтитры DimaTorzok. Спасибо за субтитры DimaTorzok. Спасибо за субтитры DimaTorzok.